всем привет обзор очередной камеры видеонаблюдения с алиэкспресс магазин джей крафтман прислал вот такую камеру для видеообзора анонс я уже делал на своем как там канале в тик ток и также вся информация была в телеграме подписывайтесь сразу там у меня связь с вами большие видеообзоры на ютубе модель камеры на наклейке прописано приложение айси си камера иксы маевская по сути это камера уже видно вам на упаковке и по упаковке можно понять что камера на похоже на камбалу плоская по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь приветствия чай крафтман даже гарантийные есть листок в разметочный шаблон для крепления камеры сразу инструкция в стиле джей крафтман все понятно все есть qr-коды для скачки в мс программа на компьютер для отслеживания камеры камера икс и маевская то есть она аналогичная с теми камерами которые я вам показываю поворотные все только имеет другие алгоритмы немного подключение и отслеживание примерно одинаковое тут у нас видно что это по я камера и мы можем ее использовать напрямую на коммутатор подключать или на по и 48 вольт видеорегистратор и еще много чего интересного в инструкции на досуге можно прочитать подключение камеры не тяжелая поэтому на видео показываю вам вы так и делаете муфта на риджей 45 и крепежный элемент такая вот идет упаковка и больше никаких сюрпризов нету неожиданно блок питания идет в комплекте хотя камера по и но камера универсально по питанию 12 вольт 2 ампера ты можешь эту камеру подключать или этим блоком питания в 220 а на выходе 12 или же подключать ее можешь аккумулятором 12 вольтовым обычным автомобильным если нужно или же папа и один кабель 48 вольт камера универсальная по питанию далее камера также универсально по подключению вай фай имеет две антенны вот так будет она выглядеть у вас и также можно ее подключить по кабелю если случае хочешь более качественной качественной работы камеры то нужно подключать по кабелю и также наклейка здесь с ее моделью и что у нас пробка пробка герметичная камера еще и поддерживает карты памяти до 128 гигабайт и там кнопка сброса к заводским установкам и слот под карту памяти которую сразу нужно до подключения и установить карту памяти можно устанавливать можно извлекать если у тебя камера работает например в паре с видеорегистратором а это возможно используя видеорегистратором и в с обычным регистратором но в домашней сети то хранилище будет жесткий диск камера может работать без карты памяти но также камера может служить как самостоятельным устройством полноценным мини система видеонаблюдения ты ее одну приобрел и можешь использовать без видеорегистратора вот у тебя одна камера хранит она данные на карте памяти ты видишь большую панорамную картинку с камеры слышишь микрофон встроенный есть и также можешь динамик передать какие-то слова кому пригодится такая камера дальше видео покажу посмотрю как она работает и вы увидите их сразу определишься нужно ли тебе такая камера сразу скажу что тем нужно кому нужна широкая картинка панорамная с двух камер по сути это две камеры в одном устройстве ты получишь одну картинку склеенную посмотрим насколько будет заметен переход но это будет широкоугольная картинка с малой высоты тебе нужно широко захватить вот тебе не нужно будет устанавливать две камеры в том месте которые направлены вправо-влево у тебя вот одно устройство и также имеет же ночные режимы смотрите ну куда без этого светодиоды двойного назначения скорее всего под линзами и к и led посмотрим дальше но я думаю что да и я не удивлюсь если эта камера имеет поддержку силуэта человека распознавания человека по лицам не гарантирую а по человеку мне кажется будет она срабатывать присылать вам уведомления и писать на карту памяти кронштейн да обычный пластик добротный хоть это все и пластиковая но она служит работает без проблем удобный зажим шар удобный зажим то есть одной рукой можно регулировать камеру под любым углом ты ее сможешь выставить также это может быть может быть потолочное крепление ну да может быть может быть потолочное крепление может быть стеновое крепление как захочешь или просто положить камеру даже вот дома на полу на шкаф положил при наличии возможности подключения камеры по по и желательно конечно использовать боя блок питания вот для одной камеры такой если у тебя есть дома уже система поля видеонаблюдение по и коммутатор там по и видеорегистратор то тебе эти подсказки мои не нужны кто первый раз вот такой можно заказать поля блок питания для одной камеры у этого же продавца 48 вольт 05 ампера и по одному кабелю ты эту камеру сможешь подключить один кабель идет обжал и все на расстоянии до 90 до 100 метров все зависит от качества используемой витой пары то есть этот блок тебе не нужен будет уже 12 вольтовый а вот он подключается в розетку рядом с роутером 1 1 кабель пошел на камеру до 100 метров а этот кабель пошел на роутер вот тут рядом все очень удобно практично на более стабильно более надежно и на большее расстояние чем при подключении 12 вольтами это при том условии что будет работать камера по кабелю по вайфай понятно что вот этот блок питания ты используешь родной там ставишь рядом с камерой может розетку притянешь блок питания помещаешь в герметичную распред коробку и включаешь его в розетку 220 и подключать буду камеру 12 вольтовым блоком питания ну для работы по вайфай 12 вольтовый блок питания подключаешь и в том месте устанавливаешь камеру где нормальный качественный сигнал вайфая от роутера при условии если тебе нужно подключить камеру по вайфай идеальный вариант когда роутер вот рядом и мощный качественный полный сигнал на камеру идет стандартная процедура загрузки вторая фраза и да скорее всего камере нужно будет показывать qr-код по старинке подключения здесь индикация на кабеле имеется поэтому приложение айсиси сиси про икс и майкс и про кто использует какое они одноплатформенные я просто использую айсиси список устройств камеры регистраторы все тут все что у тебя добавлено камера вайфай далее далее роутер пароль на пароль доступа к роутеру по вайфай и показываю qr-код камере не знаю я какому глазу теперь показывать этот qr-код ну сейчас посмотрим будем показывать посредине сможет ли она его походу один глаз принял посредине не катит одному глазу какому-то нужно показать я так думаю ну по крайней мере так совпало все немного ждем камера сказала что все хорошо роутер прислал уведомление что подключилась новое устройство пароль присваиваем доступа твой пароль будет который ты присвоишь для захода на камеру удаленно далее камере имя присваиваешь можешь сам написать панорама давайте запись какую писать как обычно выбираешь об постоянку или по тревоге уведомление получать или нет на смартфон по движению скорее всего по человеку надеюсь что будет ищем камеру ищем камеру панорама сразу без картинки идет в последующем сохраняется доступен пакет облачная камера также случае чего можно подключить облака и тут и тут и тут что у нас получается наверное несколько вариантов просмотра перевернул картинку и вода картинка с двух камер смотрите если не присматриваться то реально ну я даже проверял палец сюда руку туда руку думаю что с одной камеры картинка с двух камер и захватывает широченно 180 не знаю наверно нет чуть меньше угол склейка вот она здесь посредине и чтобы ее заметить это нужно присматриваться или чтоб камера двигалась понятно что камера недвижимая будет когда предмет проходить какой-то движущийся автомобиль или человек то будет заметно вот именно посредине но ее практически не видно для камеры видеонаблюдения это супер вариант если бы это было видео съемочная камера то понятно это был бы косяк а камера видеонаблюдения это супер это отлично звук раз два три 4 5 также передать можешь звук также ночные режимы есть полноцветные черно-белые наверное все таки надо а вот так вот она вот она а ну все я думаю что это нормально ты можешь так просмотреть в подробностях ухты еще и презумировав ну это зум и цифровой с потерей качества но а ну понял все все теперь потихоньку разбираемся или такая вот картинка тебе в таком просмотре в ракурсе или ты можешь зумировать и при этом ты можешь протаскивать и ты можешь всего вот просматривать вот так а так и здесь так можно то есть вот так а угол еще шире то есть это когда вот я только вам перевернул картинку это мне был не весь угол ну теперь то понятно теперь вот 180 чистых есть это сто процентов вот она по вот этой линии полностью смотрит то есть ты камеру повесил на фасад и она видит все право-лево а уже потом нужно тебе просматривать ты просматриваешь как нужно как хочешь камера установлена на улице картинка с приложения очень широкий угол и в общем то то чего я хотел от этой камеры то я и увидел ставишь ее тупо прямо смотрит она и получаешь с двух сторон картинку с камеры и картинка на видеорегистраторе на видеорегистратор эксимаевский добавилась без проблем как обычная эксимаевская камера внутри сети все работает одно но в многоканальном режиме на вторичном потоке не выводится картинка на монитор запись все это идет открыть на весь экран в этот основной поток получается а вторичный не получается левая сторона полностью ворота пошли сюда и правая забор сюда и сюда подкорректировать может там горизонт выставить это уже такое но угол широченный очень классно с видеорегистратора звук с улицы есть картинка вот широкоугольной камеры панорамной понятно что по углам вот это рыбий глаз особенно с монитора опять смотря с чего будешь просматривать предметы на мониторе ну как в местами неестественные особенно будет на на склейке с приложения еще вот как-то более реалистичная потому что здесь можно вот так раздвинуть и посмотреть ну и опять же все эти просмотры все эти просмотры что тебе нужно как просматривать в записи также наверно будет посмотрим как записи думаю также можно будет вести просмотр или такой просмотр ведешь или такой по настройкам все те же самые настройки что в поворотных камерах иксимаевских в простых оповещения выключить голосовые команды при перезагрузке камеры управление хранилищем карта памяти также все емкость форматировать цикличная запись все есть настройки записи кнопка река здесь по умолчанию выключена включите и запись аудио также длительность это именно на карту памяти smart сигнал тревоги обнаружение людей есть все те же самые настройки уведомления тревоги режим что предупреждающий световой сигнал не знаю что там может светиться может светодиодами будет светить мигалки нету что писать запись видео и фото дополнительно показывать след людей давайте посмотрим на каком расстоянии и будет ли она фиксировать человека думаю что распознавать будет но на совсем не на большом расстоянии ну где-то вот тут рядом наверное по дороге ну или и ближе дальше наверное там не будет но будем видеть по движению человека будет присылать уведомления включать запись на регистратор включать запись на карту памяти также по линии по области ты можешь выставлять и область можешь выставлять линию пересечения можешь выставлять вот едет автомобиль видите на склейке чуть-чуть исказилась его форма стал он немного но это опять же с монитора смотрим стал он немного короче чем чем положено ну а так вопросов нету картинка зная что это специфическая так сказать камера то понимая то приятно смотреть вот сейчас на склейке практически не видно склейки и среагировала на человека прислала уведомление поймала тут его прямо на склейке поймала прислала уведомление ну и включила запись на смарт на жесткий диск видеорегистратора на карту памяти по человеку поставил по человеку она и работает по человеку в расширенных настройках есть момент такой как конфигурация виде смотрите он здесь работает в этой камеры даже видно на этой маленькой картинке как осветляется картинка раз и осветлилась темные участки осветляются как днем так и ночью темные участки могут появляться в тень тень осветляет тень днем а ночью осветляет ну так там участки которые темные такая вот функция имеется с приложение можно включать определяет человека женщина пошла я вам скажу там где я не ожидал что она будет работать по силуэту там она работает и это приличное расстояние и для вот такой камеры широкоугольными объективами и с такой вот широкой картинкой то это нормально там он вот что-то там камера не берет а берет именно вот вот здесь ну слежу дальше по итогу расскажу вам по этому поводу ну да дальше там хотя и берет там дальше автомобиль едет по автомобилю на автомобиль нет реакции нет никакой тревогой раздел информации об устройстве новой прошивки нету последняя время синхронизировать время и дату сразу проверяйте со смартфоном синхронизация пройдет и серийный номер там qr-код серийного номера поделиться можете камерой поделиться со своими родными близкими также будут они вести видео наблюдение смотрите как и что получается так широкий угол да и думалось мне что просто вот полоса будет и все но так тоже широкий угол вот она практически у меня под забором здесь видит эти стороны здесь немного чуть-чуть есть слепой зоны и виде там выше крыш если тебе то тот участок не нужен ты ее опускаешь ниже вот она видит дорогу и полностью видит у тебя перед домом перед двором все видит и широко видит и так вот по вертикали тоже широкий угол как парик горизонтали так и по вертикали долго камера сидела в цвете и картинка была очень хорошая при слабой освещенности сейчас вот перешла в черно-белый режим все камеры уже по переходили мои а это держалась свете то есть сейчас настройка фотоэлементов вот эти которые дают команду на переход в ночной режим настройка на самую маленькую освещенность если у вас в этом месте где-то будет фонарь уличный светить как он там камера у вас даже не будет переходить черно-белый режим будет в дневном режиме работать и хорошую цветную картинку давать ночная картинка тут видите столб светят сюда и и к светодиоды поэтому небольшая помеха есть такой засветки нету критичной но все равно помехи нужно вот эти убирать будет от камеры и в этом месте немного крыши засвет идет вполне отлично проблем никаких нету вот видите стопы загорелись автомобиля то есть освещенность появилась камера перешла в цвет ну недолго вот опять перешла маша автомобиль уехал освещенности нету вполне будет отлично она справляться и в цветном режиме как поставить да вот можете вы поставить его цветной режим полноцветный но опять же здесь какой минус что при этом задействованы лет светодиоды видите белый свет но желтым они таким светят если была их возможность выключать было бы вообще классно но нет возможности пока в этих камерах выключать светодиоды с приложения картинка нормальная проблем вообще нету по дню по человеку работала какие-то ложные срабатывания бывает есть но это как как обычно вот в этих недорогих камерах а так по человеку дай присылала уведомление сохраняет запись на карту памяти на жесткий диск видеорегистратора все отлично камера радует один минус вот этот что в дополнительном потоке повторичном не выводится картинка с камерой на мой видеорегистратор в многоканальном режиме просто черный квадратик камера то работает пишет на жесткий диск информацию все но просмотра в многоканальном режиме я не имею может уже устаревший мой видеорегистратор у кого есть такой вариант этой камеры и на может на более современном икс майском видеорегистраторе напишите поддерживает ли вывод на вторичный поток также режим автоматический по человеку нет человека вот видите в цвете сейчас она вот именно какая-то задержка небольшая есть пока и к фильтр переведет камеру 2 и к фильтра здесь участвует и вот этой ты вот это механический то в цвете вполне нормальная картинка без каких-то критических шумов если не присматриваться то не видно вообще четкость хорошая четкость хорошая детализация ночном режиме и несмотря на то что вот засветка идет отсюда хорошая детализация все супер вот даже плитку приблизить и ну хорошая детализация на карту написала за день просматриваешь общая запись красная синяя красная это запись по тревоге можешь выбрать ролики по тревоге но как обычно все прогружаются здесь картинки перелистываешь смотришь что камера кого фиксировала скачиваешь на смартфон делишься с кем хочешь и также при просмотре у тебя есть вариант полностью панораму просмотреть или же призумировать и протянуть в режиме просмотра с карты памяти это есть и со звуком понятно что все это со звуком ты смотришь и хорошая вам скажу запись хорошая картинка и смотрите на вполне такие естественные на склейке предметы вполне такие естественные автомобили размер не урезается на когда ты просматриваешь вот на смартфоне на мониторе у меня из-за того что разрешение видно не позволяет поэтому там такие вот на склейке сужение идет предметов а так при просмотре на смартфоне вполне таки классно все это происходит на сегодня все как по мне отличный вариант камеры кому нужна такая камера а думаю многим она пригодится потому что камера по сути заменяет две камеры опять же две в одной с огромным широким углом захвата панорама на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно пишите комментарии участвуйте telegram кому удобно там сразу анонсы и также tick tock тоже анонсы того что будет на ю тубе и там общаемся с вами и в телеграме продаю вам эти камеры в украине по цене алиэкспресс купил проверил показал вам как работает ты посмотрел и решил для себя нужно на тебе или нет и забираешь у меня и кстати эта камера также продается по цене алиэкспресс ссылку я на нее оставляю в комментарии и в описании под видео зайди посмотри стоимость всем удачи до следующих видео